Знаете, детишки, на какое чудо я недавно набрел? На игру Betrayer, что в переводе на русский означает предатель. Хотя, если быть честным, набрел я на нее, наверное, давно еще, в начале прошлого года, но как-то не хватило тяги пройти. Сейчас вот радует, что вернулся к прохождению, потому что, видите ли, Betrayer — это игра из гринлайта, то есть любительская поделка, сделанная командой, то ли из двух, то ли чуть больше людей. Это не просто игра из гринлайта в стиме, это игра за 25 рублей. Я знаю, чего не хватало моему каналу обзора на игру за 25 рублей. Да, редко когда мне доводилось видеть игры с такой вот стоимостью. Пусть она и вышла в 2014 году от того и такие скидки, но все же согласитесь, когда вы видите перед собой столь дешевый продукт, вы явно не ожидаете от него чего-то особенного. Вот и я тоже довольно-таки предвзято ничего от нее хорошего не ожидал, но любопытство взяло свое. Первое, что это самое любопытство подстегнуло — это необычная цветовая гамма игры. Она представляет из себя черно-белую палитру с красными элементами. Последним цветом тут обозначаются активные предметы, враги, кровь, да и в принципе вообще все, что по идее несет в себе красный цвет. Получается очень такое, знаете ли, необычное зрелище. Действительно интересная находка, которая, на мой взгляд, реализована совершенно неправильно. Видите ли, наш протагонист очухивается после кораблекрушения на берегу моря. Собственно, все вокруг черно-белое и скорее даже белое, чем черный, потому что солнце сильно бликует. И довольно долгое время трудно привыкнуть к такому вот решению, и оно сперва отталкивает. Первая локация крохотная, на ней нас знакомят с торговлей. Она тут реализована довольно необычно, как в общем-то и все в игре, но, наверное, мне все же сперва стоит подробнее описать, что же вообще происходит. Это не так уж просто сделать, как кажется. Начнем с того, что предатель это, в общем-то, хоррор. Да, это важно понимать. Притом хоррор от создателей Фир. И вот тут у ценителей жанра по какой-то причине еще не знакомых с этой игрой уже должен появиться интерес. Фир это один из самых толковых представителей этого самого жанра. Так вот, часть разработчиков, или даже все, я не в курсе, основали свою группу, и их дебютом стал Битрейр. В принципе, завязка довольно проста, концептуально. Идет 17 век, век колонистов. Наш корабль разбивается где-то у берегов Вирджинии. Из выживших только мы. Но тут же, как я уже сказал, нас находит проворный торговец. Он настолько проворен, что мы никогда его не встретим. Он будет общаться с нами через записки в стиле «Дорогой друг, посмотри, сколько новых железяк я для тебя нашел». Да, тут у нас все на честном слове. Взял товар, положил деньги в мешочек, где, как ни посреди заговоров, грязи и убийств джентльмены могут верить друг друга на слово. Правда ведь? Подобная концепция все больше удивляет по ходу погружения в особенности сюжета и наводит на некоторые нехорошие мысли. Мы также встречаем женщину в красном, которая сперва дистанционно, а потом лично предупреждает нас о том, что надо бы отсюда валить, притом быстро. Как? Да как хочешь. Хоть с косяком гусей попутных улетай, главное не медлить. Почему? А хер знает. Амнезия у нее. Притом, внимание, это единственный дружественный NPC, которого ты встретишь в игре. Единственный живой. Да, это же не просто адвенчура, это хоррор. Что делать в Муцере после кораблекрушения? Разумеется, навестить ближайший форт. Ну, хорошо, вот форт. Ни на пути к нему, ни в самом форте, ни одной живой дружественной души. Зато местами встречаются окаменевшие гуманоидные создания, будто люди обратились в камень. Только не похоже на то. Форт, как правило, это безопасная крепость для нас. Хаб-локация. Но сильно легче от этого жить не становится. Колонисты пропали, зато вот конкистадоры никуда не пропали. Вон они ходят, обращенные в нежить. В общем-то, они тут и станут основным нашим врагом. Однако второе дно, если можно так выразиться, игра получит чуть позже, когда мы найдем оторванный колокол и установим его на место. И при ударе в колокол, мы переместимся в мир теней. Трудно сказать, что это. Загробный мир? Нет, не похоже. Параллельный? Ну да, но это не ответ. Какой параллельный мир? Это очень похоже на концепцию теневого плана из забытых королевств. Тот мир является зеркальной копией этого. Разве что население отличается. Вместо бронированных конкистадоров нежити на нас попрут натуральные скелеты и умертвия. Станут видны некоторые предметы, которых не было в реальном мире. Ну и, конечно же, очень скоро мы встретим духов. Давайте немножко отвлекусь и расскажу про механику игры. В конце концов, мы в первую очередь идем именно за этим, да? Для начала стоит сказать, что вот этот вот черно-белый фильтр можно отключить в настройках. Тогда игра станет выглядеть как обычно. Правда, цвета тут сбалансированы так себе. Ну, оно и понятно, разрабатывалось все под серость. Однако именно в таком виде игра смотрится куда интереснее. Потому что реальный мир выглядит как обычно, а вот при переходе в мир тени все становится черно-белым. И вот это уже отличное решение. Ты вроде понимаешь, что это те же самые места, но не чувствуешь, что солнце греет, что мир живет вокруг. Не чувствуешь, что все нормально и под контролем. Конечно, было бы странно, если бы ты считал нормой сам факт перехода в мир тени. Однако определенная доля контроля над ситуацией всегда должна быть. И вот тут ее нет. Мир тени не страшен сам по себе. Тебя тут не пугает скримерами или сложными боями. Нет, здесь пугают именно атмосферой. Тут не страшно, тут тревожно. Вроде ты понимаешь, что легко со всем справишься, но тебе не хочется долго находиться здесь. Хочется как можно быстрее вернуться в реальный мир. Потому что этот мир будто бы мертв. Ветер вроде бы дует, но это не тот воздух, не то солнце. В реальном мире хотя бы есть стандартные звуки птиц, насекомых. Здесь же кроме редких порывов ветра нет ничего, но и ветер тут тоже какой-то неправильный по ощущениям. И трава не то, все не то. И это вот гнетущая тишина, разрываемая бесконечным звоном колокола. Когда ты его слышишь, от такого жуткого звона хочется убежать подальше. А когда убежишь, от давящей тишины хочется бежать еще быстрее. Тебе неуютно настолько, что это передается и в реальный мир. Ты буквально перед компьютером ищешь пятый угол. Лично я играл в предателя подходами, потому что сидеть несколько часов подряд в столь неуютной игре довольно сложно. Как видите, атмосфера проработана на 5 с плюсом. Не сказал бы, что тут какой-то неведомый уровень проработки, нет. Он просто высок. Но этого оказалось достаточно, чтобы игра не оставила равнодушной меня, человека, который хорроры не любит и редко делает им исключения. Можно было бы сказать, что окружающая природа тоже играет роль, но нет. На маленьких, в общем-то, картах, что тут совсем не минус, в довольно белесой цветовой палитре ты увидишь самый обычный лес, какой могут сделать любые энтузиасты, любители за год-другой. Никаких захватывающих красот в обоих мирах ты не встретишь. Местность серая, не в смысле цвета, а в смысле ландшафта и наполнения. Ну, оно и понятно, средневековье в прямом смысле слова. Ну, не совсем, конечно, формально это уже 17 век, но это не сильно спасает. Местность все равно серая, неброская и до убогости обычная. Боевая система тут тоже проста, как сибирский валенок. Есть несколько видов оружия. Довольно немало на самом деле. Лук длинный, лук средний, лук короткий, арбалет, кремниевый пистолет и мушки. Также герой носит с собой расходники типа бомбы и томогавков, так как местные индейцы раскидали их тут довольно обильно. Грех этим не воспользоваться. Последние два вида вооружения являются вспомогательным средством. Например, в патовой ситуации запулить бомбу в толпу или бросить умертый в морду томогавк, мое почтение. При том, что в игре реализована замечательная возможность подбирать предметы обратно. Как же этой возможности не хватает многим другим играм? Само собой, разорвавшуюся бомбу ты уже не соберешь, как и пулю, понятное дело, но вот стрелы и болты и томогавки никуда не исчезают. Они втыкаются либо в землю и прочее окружение, либо в противника, и их можно забрать назад. Начинаешь ты с обычным луком. Длина лука влияет только на урон и скорострельность. Хм, только. Как будто есть что-то еще. Ну, на самом деле есть. Пробитие брони. Например, стреляя в лады конкистадора, ты пусть готов к тому, что стрела, звякнув, отлетит, не нанеся урон. И следующее может сделать так же. Тут все на процентах завязано. Геморроя нет, но можно иногда легкую схватку превратить в матерный рэп-баттл. К счастью, такое тут нечасто, но все равно. С арбалетом история примерно так же. Пистолет? Ну, он мощный, но очень медленный. Перезарядить его это целое приключение. Персонаж все сделает сам, но пока оно перезарядит, пройдет вечность. А враги тут хоть и не отличаются интеллектом, дать дрозда могут легко. С мушкетом все еще хуже. Пока ты его перезарядишь, уже 18 век настанет и нежить сама умрет от скуки. И вот вроде бы мощно должно стрелять, но эта мощь отлично компенсируется тупостью искусственного интеллекта. Видите ли, противник тут двигается настолько квадратно-гнездовым способом, что его движение становится совершенно необоснованно нелогичным и от этого непредсказуемым. Ты честно целишь, на упреждение, стреляешь, как вдруг в тот же момент бронированный скелет разворачивается и начинает семенить в другую сторону. И ты промахиваешься и начинаешь убегать, громко ругаясь и перезаряжая мушкет. По полчаса. Промахнуться по врагу тут не просто легко, а очень легко. Сами по себе они не сложны, но из-за такого вот нюанса все может пойти не по плану и ты отправишься на респ. Особенно если тебя давят толпой, а это здесь на секунду излюбленная тактика против тебя, особенно в теневом мире. В тени скелеты доспехов не носят, зато их много и появляются они прямо из-под земли, то есть на расстоянии их не видно. И что же делать, когда тебе настучат по железкам? Отправляться к костру, прямо как избранная нежить. Шутки шутками, но да, игра сделана частично в стилистике темных душ. Хотя, наверное, это просто мне легче сравнивать именно с ней. После смерти ты появляешься в последнем безопасном месте, это форты, как мы помним. Если включена определенная настройка, то еще и вещи роняются на месте смерти. Я играл без этого на ворота, решив, что с ним все будет совсем уж уныло, так как в начале я умирал довольно часто. Враги притом возрождаются, разумеется, так что зачистить карту по-хитрому не выйдет. Как обосновано твое возрождение, неясно. Тебе не говорят, игровая это условность или сюжетный ход. Впрочем, голова на что? Сами додумаемся. У меня вот есть пара теорий. При смерти в тени мы, кстати, возрождаемся все равно в реальном мире. Так что, чтобы не отбросить коньки, придется хлебать в воду. В буквальном смысле. Она тут вместо эстуса. Бурдюк с водой восстанавливает определенное количество жизни и наполняется в колодцах, в фортах и сильно реже на дорогах. Можно потом расширить бурдюк, чтобы делать аж три королевских глотка. Но вода не панацея, нужно действовать осторожно. Да, в игре ведь есть стелс. Вот что он есть, что его нет. Вроде бы стрелы честно летят, а попадание в голову честно ваншотает обычного врага, но... Во-первых, в такой цветовой палитре, неважно цветной или черно-белый, целится очень проблематично, особенно с большого расстояния. Трудно вычислить параболу полета. Во-вторых, уже описанный искусственный интеллект противника. Он уже описанными мной финтами запарывает весь стелс на корню. Притом не только своим хаотичным перемещением, но и каким-то совсем уж инфернальным чутьем, что в принципе логично обоснованно, согласитесь. Скелеты же видеть не могут, у них нет глаз, по идее, значит они чем-то нас чувствуют. Вот это некое что-то выкручено у них на максимум. При полном отсутствии индикаторов скрытности и как следствие при полном непонимании механики скрытности, враги используют свой эльфийский взор очень умело и быстро вычисляют лазучика, после чего идут всей толпой бить тебе репу. Так что весь стелс мигом перерастает по ножовщину. Поэтому обычные луки наши все, а до конца игры все эти вот мушкеты и прочее вообще не нужны. Даже несмотря на то, что под оружием у нас целых три ячейки. Со снаряжением, кстати, может случиться беда, и в этом случае стрелы найти гораздо проще, чем пули и порох. Не говоря уж о том, что их можно повторно собрать, в отличие от тех же пуль. С поверженных врагов можно снять оружие и всякие цацки, которые автоматически, не забивая инвентарь, конвертируются в деньги, что конечно же удобно. На эти деньги в форте торговец с радостью продаст тебе снаряжение по совершенно конскому прайсу, глядя на который так и хочется пойти торговаться с нежитью. Уж лучше с ней, у нее и то совесть поди больше. Деньги тут зарабатываются медленно, но верно. Все поднятое с врага оружие обычно хлам и сильно уступает по характеристикам нормальному, поэтому весь мусор продается в угоду обычному снаряжению. Чем дальше продвигаешься по сюжету, тем все более продвинутые снаряжения покупаешь по все больше конскому ценнику. Правда, чем ближе к концу, тем больше у тебя денег. Интересно то, что в игре по карте разбросаны закладки, которые можно откопать только спецлопатой. Она получается ближе к концу. Зато, если пробежаться по этим нычкам потом и выкопать их содержимое, то ты тут же поймешь, что торговец тебе в принципе нахрен не нужен. Ни одно оружие, ни один амулет, а да, тут есть еще амулеты на скорость, на силу удара, на ловкость. Так вот, ни один амулет, ничто из того, что тебе этот неведомый скупец продаст, не сравнится с тем, что ты найдешь в заначках. Вот там действительно достойное снаряжение, с таким на нежить идти не страшно. Но сразу его понятное дело не получить. Чисто механический цель игры двигаться от локации к локации. Враги разнообразия мне поражают, как и пейзажи. Помимо обычных конкистадоров, есть еще и крупные рыцари, охраняющие переход на локацию и некоторые опорные пункты. Они не возрождаются. Часто их можно убить, используя их же тупость. Точнее, тупость не конкретно рыцарей, а тупость искусственного интеллекта. Расстрелять с удобной позицией, например. Среди теневого мира потом появятся умертвие и изредка будут появляться какие-то уж совсем крутые умертвие с оленьими рогами и двумя головами. Но они тоже не так сложны, как пытается казаться. Суть в чем? Нетрудно же догадаться, что мир вокруг нас проклят. Каждая локация окутана темной силой, не ведь откуда взявшейся и превратившей все живое в неживое. На локации, как правило, в разных углах карты разбросаны 3-4 проклятых тотема, которые нужно очистить. Очищение тут происходит просто. Подходишь близко к тотему, и тот начинает вопись, как угорелый, и оттавсюду начинает переть нежить. Упокоишь их, и тотем очистится. Иногда можно узреть такую картину. Подходишь к тотему, он берет и очищается сам. Это значит, что с врагами-охранниками ты уже столкнулся и убил их, и даже не заметил. Бывает и так, и довольно часто, кстати. Очистив все тотемы на карте, мы идем к выходу с локации. Убиваем стража и идем в следующую. Кстати, важно сказать, что тотемы очищать можно только в мире тени, а страж локации существует только в реальном мире. Так что придется сбегать до форта, стукнуться головой в колокол, бежать пешком, кстати, не обязательно. Гироскутеров еще не изобрели, конечно, в те времена, вот беда такая. Но вот зато разработчики позаботились о фаст-тревеле. Притом не обязательно только до форта, можно и до других опорных пунктов сгонять, если они отмечены на карте. А можно и между локациями прыгать. Да и в целом карта удобна, на ней красными точками обозначены все интересные места, как заначки, так и сундуки, из которых рандомно может что-то упасть или ничего не упасть, и сюжетные улики, о них позже. На следующей локации также ищешь форт, иногда зачищаешь его от врагов, иногда, опять же, это весьма хлопотное занятие, как вы уже поняли, боевая система тут звезд с неба не хватает, хотя не так уж и плоха. Она скорее обыденная, простенькая. Затем ищешь колокол и продолжаешь сюжет. И вот я возвращаюсь к самому интересному, потому что стиль игры меня вообще мало волнует, а с таким геймплеем ей явно не стоит тягаться с другими, более проработанными играми. Тем более в игре нет музыки. Вы знаете, как я отношусь к музыке в играх, и такое явление для меня было бы вопиющим, однако, хоть музыки в игре и нет, главное меню во внимание мы не берем, ее полное отсутствие отлично подчеркивает атмосферу. Я уже говорил про давящую тишину ведь, вот именно на нее отсутствие музыки и работает. Именно атмосфера и сюжет меня и удерживали в игре, и именно они позволили мне высоко ее оценить. И если про атмосферу я уже рассказал, она тут очень тягучая, в такую игру, знаете ли, только под глинтвейные играть, что я и сделал. Тишина, колокольный звон, потусторонние миры, духи, отличный выбор, сэр. Кстати, играть в предателя нужно именно в наушниках, так как основная фишка тут это поиск на слух. Нажав кнопку мы прислушаемся к эху. В каждом из миров оно свое, и это эхо ведет к нужным сюжетным объектам. То есть, чтобы пройти сюжет, придется ориентироваться по звуку. Вот, теперь пару слов стоит сказать о самом сюжете. Я часто слышал от других, что он тут гениален и удивит кого угодно. Нет, не удивит. Он не гениален, не удивил меня совершенно. Он панален, он полон дыр, давайте по-честному скажем. Точнее, не дыр, а пробелов. Нам просто очень многое недоговаривают, как в всех же темных душах. Но вот то, как подан этот сюжет, вот бриллиант этой игры, подача сюжета. И все пробелы благодаря этому быстро заполняются нашими додумками. Бродя по теневому миру, мы встретим призраков. Иногда это побочный квест, типа «найди мою голову, я дам тебе цацку». Но, как правило, это сюжетные персонажи. Как только мы найдем, извините за подробность, изгнившие глаза, уши и язык, позволяющий общаться с призраками, мы тут же найдем с ними общий язык, уже не сгнивший. Иногда эти дамы и господа шкерятся по лесам, и тогда их можно вернуть на форт, указав идти на звон колокола. Иногда они сразу в форте. Все, как и один, страдают амнезией. Помнят только свое имя, и то не всегда. И некоторые яркие события из жизни. Нужно сказать, что наш персонаж все заносит в дневник. И свидетельские показания, и найденные улики, отмечая, где там чьи могилы были найдены. В общем, все описывает. Иногда это полезно для сопоставления фактов. Они все просят нам помочь. Найти их близких, как правило, или их тела. И вот, что тут сделано просто прелестно, это диалоги с призраками. Вот, например, дух обрывочно произносит что-то вроде Я так любил свою дочь. Я не хотел, чтобы она страдала. И мы этим проникаемся. Ищем улики, ищем дочь. Ну, понятное дело, никого живого в игре мы больше не встретим. Все поумирали. Ну, а вот мы расследуем, расследуем и понимаем, что этот человек сам же свою дочь убил. По той или иной причине. И когда возвращаемся к нему с новостью, что дочь твоя мертва, и ты сам ее убил, он произносит Ах, теперь я помню. Я так любил свою дочь. Я не хотел, чтобы она страдала, когда я наносил ей удары ножом. Я хотел, чтобы она умерла быстро и безболезненно. И вот так везде и во всем. Фраза «Да, теперь я помню» — это местная жуть. То, как авторы поработали над диалогами, вызывает просто трепет. Все, что говорят призраки, что сперва намекает на их добрые намерения, все оборачивается ужасами. Притом фраза не меняется. Она просто дополняется. Это надо видеть. Очень скоро ты поймешь, что нет ничего удивительного в том, что все вокруг проклято. Ты не встретишь практически ни одного честного жителя, ставшего духом. Видимо, все честные и светлые покинули этот мир. И осталась одна мразота. Заговорщики, братоубийцы, насильники, предатели, лжецы. И весь парадокс в том, что ты даже обвинить их в этом не можешь. Что с них взять? Они уже мертвы. Твоя цель – распутать этот змеиный клубок, чтобы выйти, наконец, на первопричину. Если вся эта человеческая гниль послужила топливом для проклятия, то что стало с зажженной спичкой? Вот основной вопрос сюжета. А сам он, как вы поняли, про людей. Про человеческую грязь и мразотность. Про ошибки, которые не дают им покоя даже после смерти. Про то, что все далеко не так очевидно, как нам всегда хотелось бы. Сначала кажется, что поступки их были благими, но когда после расследования они начинают повторять свои же слова, но уже с другим посылом, дополняя картину и обличая себя как трусов, предателей, клеветников, убийц, воров. Вот в эти моменты ты понимаешь, насколько же хороша игра. Это сделано так тонко и умело, что так и до эйфории недалеко. Просто потрясающе, правда. По традиции стоит упомянуть и о недостатках. Помимо тех, что я уже назвал, есть еще не очень хорошая оптимизация. Довольно часто игра вылетала. Даже, я бы сказал, очень часто, особенно при смене локации. Хорошо, хоть автосохранение работает исправно. Диалоги тут не озвучены, это не беда. Нет музыки, нет озвучки, это местная фишка. Но вот локализация иногда удивляет, путая пол. Когда женщина говорит о себе в мужском лице, а мужчина в женском, это странно. Даже для мира игры. Ну и один из самых заметных недостатков, которые первые же бросаются в глаза, локации пусты. Нет смысла обыскивать их и следовать. Там нечего исследовать. Ну, зато благодаря этому игра не затянута сверх нужного. Нет хода без добра. Собственно, это все минусы. В остальном все замечательно. Как видите, за неброским геймплеем и не самым лучшим дизайном за 25 рублей скрывался, если уж не шедевр, которого место в игрореликтах, то уж точно крайне достойный проект, некоторые фишки которого до сих пор будоражат меня. При том, что я, напомню, терпеть не могу хорроры. Но именно подача сюжета делает игру такой привлекательной. К тому же тут отличный простор для размышлений и теорий. Я уже почитал некоторые любительские, они все как одноидиотские. Пожалуй, мне и самому есть что сказать на этот счет. Но это уже другая история. Я даже не знаю, кому можно порекомендовать такую игру. Всем подряд она явно не подойдет. Любителям графики и продвинутой механики тоже тут этого нет. Любителям интересного сюжета вот тут вполне возможно. Только если вам важен сам процесс его развития и исследования, а не только общий план. В этом случае игра вас приятно удивит. Поэтому, когда будет очередная скидка, пошарьте там по карманам, вдруг у вас завалялось 25 рублей. Вы не представляете, сколько оказывается на эти деньги можно купить счастье. На свою голову. Продолжение следует...